Окунулся в ледяную купель в крещение, снял с себя все грехи. Так считают в народе. 19 января православные христиане готовятся отметить один из главных праздников. Всего по республике будут открыты 80 купелей. 500 спасателей и 700 полицейских проследят за безопасностью на местах проведения обряда. Всего в Казани вырубят 4 ордани. Что делать, если окунуться в ледяную воду страшно и где купель будет в виде креста? Эльдар Аюпов узнал, как готовиться к празднику в столице. На данном участке толщина льда составляет 46 сантиметров. Контрольные замеры сотрудники МЧС делают по всей площади водоема. Минимум 20 измерений. Потом составляется акт, который служит гарантом безопасного нахождения на льду массового скопления людей. Данная толщина позволяет находиться даже в массе людей. То есть она будет являться безопасным. В этом году в Казани будет открыто 4 купели. Инспекторы уже обследовали все ледяные площадки. А 19 января спасатели будут нести дежурство у каждой из них. Это вот здесь возле храма. Следующий будет на озере Кабан в районе храма. В районе храма всех религий в районе Аракчино. И Новосавиновский район в районе Кадышевской. Второй Кадышевской. Для обеспечения безопасности планируется привлекать силы и средства ГИМС и зонально-поскососпасательные отряды. Традиционно из года в год купель появляется вот на этом месте. Скоро эта площадка будет расчищена. А 18 января начнется выколотка льда. Примечательно то, что в этом году иордань будет необычной в виде креста. Обязательно будут оборудованы ступеньки и раздевалки для согрева горячий чай. По словам иеромонаха Иова, страх перед холодной водой не должен останавливать желающих. Боятся многие. То есть это дело добровольное. Это, скажем, конечно, подвиг, но он добровольный. То есть необязательно совершенно купаться. Можно просто умыть лицо и все, этого будет достаточно. Это, я думаю, не страшно. Освещать воду в купелях будут утром 18 января. До этого купаться нельзя. Крещение – одно из семи христианских таинств. По поверью, вода очищает не только тело, но и душу. Это большое событие, конечно. Я не скажу, что там будет обязательно исцеление, преображение там человека. Ну, что-то, наверное, все-таки позитивное происходит при общении к празднику. Врачи скорой помощи каждый год в этот день следят, чтобы никто не получил обморожение и готовы помочь, если кому-то станет плохо. По словам медиков, таких случаев практически не бывает. Все, как правило, морально и физически готовы к таинству. Но врачи все-таки предупреждают – окунаться в ледяную воду можно не всем. Я думаю, что и в этом году все так же пройдет благополучно. Все-таки люди к этому подходят ответственно. Хотелось бы посоветовать лицам, страдающим с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также лицам, страдающими с заболеваниями органов дыхания, бронхиальной астмы, пневмонии. Им все-таки не стоит осуществлять купание в ледяной воде. И также ни в коем случае в ледяную воду не стоит заходить лицам в состоянии алкогольного опьянения. Крепкий лед – безопасность, гарантированная медицинскими и специальными службами относительно теплая погода. Прогноз синоптиков на 19 января от минус 3 до 0 градусов. И организаторы праздника ожидают гораздо большее число желающих окунуться в купель, чем годом ранее. Ильдар Аюпов, Айрат Мухамедянов, Алексей Шкурко, столица. Решение о допуске людей на лед будет приниматься исходя из погодных условий. Специалисты ГИМС ежедневно проверяют состояние ледяного покрытия водоемов. Так, мамадыши на пруду комплекса «Святая чаша» крещенские купания уже отменили. Тем не менее, рядом находятся запруды, на которые горожане могут проводить православные обряды.